Всем привет! Я обещала вас дальше знакомить с аналогами русских продуктов в Турции. Вот сыр-косичка. Вот такая марка, Ardasan какой-то. 200 грамм здесь на упаковке. Я медленно, специально, чтобы вы успели остановить, либо почитать. Производится в Арнавут Кёй. У них вот сайт, кстати, есть. Ardasan.com. И, скорее всего, можно у них, наверное, на сайте заказ сделать. Но здесь вот состав мне не очень нравится, потому что тут две Ешки есть. 339 и 452. Усилитель вкуса. И копчение. Ну, это, само собой, логичное. Продается вот это. Это стоит 200 грамм сыра-косичка копченого. Стоит он 28 лир на сейчас, на данный момент. И продается в магазине для завтраков. Знаете, есть такие магазины, где только все для завтраков. Маленькие, частные обычно. Вот в такой ликурме магазины для завтрака. Они еще называются. Названия разные бывают. Вот там всегда есть этот сыр, скажем так, огородьи и жидок. Очень много, короче говоря, недостатков в нем нет. Но в интернете я до этого пыталась заказать. Я не знала, что в том магазине возле дома есть. Не обращала внимания. Я в него не ходила. И, короче, в интернете трудно было найти, доставить. Здесь еще что? Сосиски, которые на наш очень похожи. Это bratwurst сосис. Это, типа, на немецкий стиль. Цена, видите, вес их 3 штуки на 250 практически грамм. Пахнут... У них очень плохо отделяется шкурка. Сразу, скажу, чистить не очень удобно, раз от раза не приходится. Она легко, иногда не очень. И очень вкусный запах такой с дымком. Они тоже копченые. Эти сосиски такие бывают с сыром внутри. Бывают они острые, с перцем чили. Разные варианты. Но очень сильно похожи. Это не прям обычные турецкие сосиски. В чем разница? Потому что в магазинах обычных продуктовых, Carfum, Negros, Beam, там еще какие-то. А сосиски куриные, индейка и говяжьи, они какие-то, ну, естественно, как из бумаги сделаны. И светлые и так далее, не подкопченные. Но такие же сосиски подкопченные в похожей вакуумной упаковке, они бывают в тех же Мигросах, Хэппи-центрах и Карфурах, где на развес у продавца нужно брать, они в упаковке сразу готовые. Там тоже такие бывают, только у фирмы другой. Вот в фирме Life очень хорошая фирма. И вот такие мои самые любимые вот эти братворские сосиски. Я не знаю, как их правильно прочитать. И это на немецкий, опять же, манер. То есть это все, это подгон на немецкий. Мне очень тоже нравятся, что эти мои самые любимые вкусные. Это, кстати, такая же марка, как вот этот вот сыр как в чем делается. Я вам еще пообещала показать сыры, которые вот эти упаковки. Ну, вот сейчас рыки покупки не зановят. Вот эти сыры, они тоже, которые вот по три штучки. Это косичка такая же, копченая сыра. Видите, на них цена наклеечка идет. У меня черкес-пиннер. Черкесский, кстати, он как в России, да, черкес. Вот, кстати, я фарш купила сейчас, полкилограмма. 4440 рублей. Для вяжи фарш стоит килограмм. Вот это копченый тоже вкусный. О, сыр. Это рассольные в вакуумной упаковке. А вот, кстати, сосиски, которые я вам говорила. Вот они, всякие разные. Помните, Апик Оулу, вот эту фирму? Апик Оулу. Франкфуртские сосиски с сыром здесь я тоже покупала. Здесь есть раньше, по крайней мере. Вот нарезка колбаски идет. Итальянская салан. Контурфиле. Это просто мясо копченое вакуумной упаковке. Знаете, они тоже такие же в России. Здесь еще, вот здесь тоже, это Карфургур мой магазин. Здесь есть охотничьи сосиски, но в данный момент их нет копченого. Франкфуртские, ну, франкфуртские, это немецкое, не самое популярное название. Вот с сыром я у нас показывала. Вот тут цена. Так, сегодня нет этих копченых, к сожалению. Я бы вам с удовольствием их показала. Пойдемте, я вам еще покажу сразу бекон. Я иногда люблю на завтрак яйца с беконом. Или в салат, там некоторые салаты делаем. Там есть бекон. А вот, кстати, смотрите, листы нори есть здесь. По суше дома хочу делать. 750 рублей. Пачка стоит. Граммы надо посмотреть на упаковке. А вот, кстати, сардины. Это наша килька, короче. О, нет, это знаете, когда мы на Новый год с черным хлебушком бутерброды делаем, забыла, как называется. Вот это вот такого же вкуса. Кстати, вот имбирь для суши, который. Цена у него 40 лир вот этой большой пачки. Здесь, наверное, полкилограмма или 700 грамм. Это рыбка всякая, крабовые палочки. 200 рублей пачка. 250 грамм такие вот цены. Вот икра. Но она, видите, какая мелкая. Из мелкой какой-то рыбы. Я не читала упаковки. Я не покупаю. Я их в нашу ем. Так, колбасы сейчас вам покажу. Вот, кстати, сыр Филадельфия появляется. Раньше его мало было. Иностранный который. 400 рублей, коробка 125 грамм. И в Мигросе еще появился Филадельфия с милкой. Это шоколадный сыр, который. Просто здесь шоколадного сыра нет. Я хотела вам гекон в красной упаковке. Здесь он стоит 85 лир, но вообще в такой же упаковке. В Мигросе я покупала за 45 лир. Масло, кстати, у нас сливочное иностранное за 50 лир. Тофус, сыр. Короче, здесь я хотела вам пармезан показать. Вот пармезан за 72 лиры. Стандартный, короче, он. Итальянский иностранный. А я хотела найти турецкий. Его здесь нету. Из вот этой Фрико компании. Но есть у них пармезан и Мазда. Не покупайте. Отвратительно, это невкусно. Это не настоящий пармезан. Я сейчас Мигросе вам его покажу. Кому нужен сыр наш Мазда. Это в турции такой прориер пеннир. В отличие от изки кошара, которые, как правило, говорят, ну, типа изки кошар старый пеннир, выдержка какая-то. То в нем нет столько соли, как в изки кошаре. Вот такой гравиер пеннир. Еще у них есть... Мигрос даже их делает, производит луковую упаковку. Есть такой пеннир, сыр. Имейте в виду, очень. Ну, прям наш. Ну, репродукты, пожалуйста. Вот вы смотрите. 34 теперь уже стоит фактически 28. 100 грамм соленой рыбки ковченок. В банке, в ведерке таком креветки я на салат обычно покупаю, если салат делаю. Стоят они уже 40 лет фактически. 39. Вот в маленьких баночках это идут типа такие наши пресервы, но это все в масле. А креветка, кстати, не в масле, я в воде такой подсоленой. Все это вот такая вот луковина. Я вам специально отошла. Вообще, в этом магазине в интернете все запрещают снимать, снимать здесь дезерт-пищину. Мне уже много раз это ловили. Про этот Мааздам я вам говорила. Видите, в нем ни одной дырки есть. Даже на вкус это не Мааздам ни разу. А вот Филадельфия. 175 грамм. С шоколадом сейчас мы ее... Ой, возьмем. Вот она. Иностранная, поэтому дорого. Акция «Одну бери, вторую» впадает. И «Лактимэл». Такой вкусный сыр еще есть. Сейчас я вам найду. Только чеддер. Есть еще гауда у них. А, вот «Эменталь». Сейчас вам покажу. Сейчас покупки свои возьмем. Ой. Кину его туда, в общем. В корзинку. И вот он. Вот. 15 лир по 150 рублей пачка. Вот мой любимый сыр «Эменталь». Ну, вообще, я люблю эту улыбающуюся корову французскую. Где она? Где-то тут она, в общем. А, вот еще гравьер. Вот этот. Вот он. За 20 лир Мигрос производит. Здесь в упаковке 200 грамм. Он тоже, кстати, вкусный. Мигросовского производства. Мааздам, так сказать. Хочу показать, что креветки здесь есть заморозенные. Видите, какая большая пачка? Это 500 грамм. 30 лир. Это где-то, ну, что выходит. 31 лир. Полкилограмма замороженных креветок. Они 310 рублей по-русски, да? Они невкусные очень такие. Так, что еще здесь у нас? Кальмар. Сценки на него нет. Только 60 лир где-то вот этот пачек кальмаров замороженных. Он, видите, тоже большой какой-то старый. Он тоже будет невкусным. Еще филе рыбы. Это 30 лир. Вот этот пакетик полкилограмм. Но там очень много воды выходит в процентов 40. При разморозке это будет вода. Я очень в России любила и люблю сыр шоколадный. Плавленый сыр шоколадный. Здесь в Турции как такового его нет. То, что вы сейчас видите, это супер-пупер находки. Вот этот сыр от Филадельфии иностранной, да, с Милкой. Его можно найти в маленьких маркетах, бокалах каких-то. В Стамбуле, я имею в виду, в крупных сетях. Его нет. Стал Филадельфия Садея классический появляться только в... Ну, вот буквально в течение декабря месяца, января, в Мигросе. Он теперь всегда есть. И в Карфуре Гурме я его вижу. Вот такой есть. Это лабне шоколадный в Турции. Его тоже можно найти. Это наш любимый панар обычный. Например, на Кипре, в турецкой стороне Кипра, там есть вот этот панар шоколадный. Подруга просто год прожила наша соседка. Она вернулась, и она мне рассказала. Я, говорит, там панар шоколадный покупала лабне. Здесь 180 грамм. Видите, вот состав можете почитать. Я его купила по какой-то акции в каком-то магазине. То есть, его завезли, продали, больше его не было. И вообще, у всех этих фирм, у них есть сайты. И на сайтах возможно заказывать их продукцию онлайн домой. Может быть, онлайн я не проверяла. Можно этот сыр заказать. На вкус лично для меня не очень. Я люблю более шоколадный какао вкус, а это ощущение фундука, как шоколадная паста фундучная. Но за неимением лучше. Очень хорошо идет в выпечку с сливками взбитыми, крем для торта какого-нибудь или капкейков. Просто супер шикарно. Это очень вкусно. Что я хочу отметить, у панар еще есть экши крема. Это где-то 40 лир сейчас стоит. Банка такая, грамм 800. Это экши крема, кислые сливки. Это один в один наша сметана. Не всем она нравится. Кому-то кажется, что не похоже. Для меня лично похоже. И вот такое еще. Это фирма Керем. Это тоже лабне крем-сыр, но с клубничным вкусом. Вот это очень вкусно. Просто не описать. Знаете, как его классно, куда он у меня пошел? Со взбитыми сливками смешала этот лабне. Немножко добавила сахарной пудрой. Ну, не соленая вообще. Чуть-чуть мало сладкая вот эта штука. И это начинка в рулет, как его, безе рулет. Как он называется? Меренговый рулет. Вот с клубничкой. Офигенно. Здесь 200 грамм в коробке. Тоже он очень вкусный. Больше на вкус напоминаю, знаете, что наши мягкие йогурты в России. Просто здесь в Турции мягкого йогурта или зернистого какого-то такого, да, здесь этого нет. Вот этот мягкий зернистый йогурт в виде просто крема. Один в один такой же вкус. Очень вкусно. Обожаю. Но он и довольно-таки жирный, поэтому выпечку. Я просто это все в выпечку обычно использую. Так, ребенок только и с мужем. Я не ем. Но я очень люблю, я сдерживаюсь. Потому что калории здесь неимоверно. Вот такая история здесь по вот таким сладким сырам. Но так как стала появляться Филадельфия, раньше она вообще была только в бокалах всяких, в маленьких магазинах. То, скорее всего, и вот это скоро везде появится. Не так, что и раз ты где-то купил, привезли. Но я надеюсь, скоро будет в свободном пользовании. Вообще, интересные продукты, которые иностранные, смотрите, в маленьких магазинах возле дома, в магазинах для завтрака и так далее. Крупные сети не закупают редкие продукты, потому что у них контракты годовые, много пятилетние, годовые и шестимесячные. У меня муж просто в этой сфере работает, это его работа. И они закупают товар, который, знаете, товар недели. В BIM-ах это бывает. Айус Биршок по этой системе работает. В Migros тоже есть. То есть это рекламный буклетик в Migros, например. И товар, который побыл там несколько дней, даже не неделю. Три-четыре дня они обычно продают. Вот эти товары были, их нет. Они на самом деле в Турции производятся, но массово в сетевике их не закупают. У них там есть свои условия захода на рынок в их сети. Это невыгодно с таким товаром, который не все купят. Так что вот эти, раз они производятся шоколадные, лабные, вот они турецкие марки, значит они в других маркетах есть. В сетевиках крупных, Migros, BIM и так далее, их просто нет. Но в других магазинах должно быть, так что посмотрите.